Моя мама волшебница! Наполните свой дом волшебством. Магазин товаров для творчества и рукоделия. Хобби-студио. Улица Ленина, 26. Восточный экспресс-банк Каждый год услугами банка, который работает на рынке услуг более 20 лет и имеет представительство во всех крупных городах страны, пользуются более миллиона клиентов. Многие из них стали уже постоянными. Мне предлагают пониженную ставку по кредиту плюс минимальный пакет документов. Это удобно и очень выгодно для меня. Для тех, кто впервые обратился в ОАО «Восточный экспресс-банк», тоже есть специальные предложения. Буквально за 15 минут получил кредит лишь по паспорту. Приятно неожиданно было для меня узнать, что существует двухмесячный беспроцентный период. То есть, если вовремя и быстро отдать долг, то можно вовсе не платить проценты. Это даже замечательно. Также порадовалось, что увеличенный режим работы стало намного удобнее. Теперь можно оформлять заявку на кредит не только днем, но и вечером. И не нужно отправиться в работу. Просто великолепно. Сейчас ОАО «Восточный экспресс-банк» работает в 27 населенных пунктах Забайкальского края. И везде для клиентов созданы максимально комфортные условия. Клиенты могут по достоинству оценить новые режимы работы и качество услуг 7 дней в неделю. Хотите узнать больше? Звоните по бесплатному номеру. Опытные консультанты ответят на все ваши вопросы по телефону и в любом отделении «Восточного экспресс-банка». 20 октября во всем мире отмечали День повара. И это не просто профессия, а талант, призвание. А кухня – особо таинственный мир. Наблюдать за работой повара – одно удовольствие. Завораживающее гастрономическое шоу. Быстрые ловкие движения. С легкостью опытного фокусника мастер тонко нарезает, обжаривает продукты и сервирует блюдо буквально на лету. Сейчас мы приготовим блюдо под названием «Берещака». Берем свинину, солим, обжариваем на сковороде. Пока обжаривается свинина, можем подготовить сало. Слегка его прижарить. После того, как наша свинина немного обжарилась, добавляем бульон, чтобы она слегка потушилась. Тушить мясо по времени необходимо 5-7 минут. После чего, когда весь бульон испаряется, добавляем свеклу. Мы возьмем отварное свекло. Это все перемешивается и добавляется еще немного бульона, чтобы получить соус, с которым подастся свинина. Туда же добавляем целые зубчики чеснока и оставляем на тушение еще буквально на 5-7 минут. Все, наше блюдо готово. Для подачи нашего блюда нам потребуется ржаной хлеб, предварительно запеченный в духовке. Готовую свинину выкладываем в буханку хлеба. В оставшуюся сковородку добавляем маленько бульона. Ложим в предварительно обжаренное сало. Слегка нагреваем и выкладываем на наше мясо. Оформляем наше блюдо рубленой зеленью. Буханку закрываем частично корочкой верхней. На корочку можно положить сало. Наше блюдо готово. В России кулинария начала развиваться в 18 веке. Сначала это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Многолетние традиции сохранились до сих пор. Ресторан-сарафан для любителей исконно славянской кухни. Щедрый, вкусный, впитавший вековые традиции. Это домашний уют в центре города. Бревенчатые стены, ручная роспись, колоритная мебель в традиционном русском исполнении. Застеленный ручником стол, нарядные сарафаны официантов, солнечные картины за окном. Как и повелось на Руси, гостей здесь встречают хлебосольно. Здесь можно провести день рождения, свадьбу, корпоратив или банкет. Посидеть в компании самых близких друзей. В сарафане звучат знакомые мотивы, исполненные вживую. По выходным зажигательная развлекательная программа. Ресторан-сарафан. Что на свете всех теплее? Ответ экспертов модной индустрии – просто красивая меховая шапка. Зимние шапки из меха могут быть самыми различными, объемными, стильно-крошечными, в стиле ретро или классическими. Пушистые шапки выглядят довольно внушительно. И модные критики утверждают, что этот хит еще долго будет господствовать в мире моды. В таком головном уборе не страшна снежная и ветреная русская зима. Береты, кубанки, трубы, тюрбаны из норки. Шапки-ушанки из меха-писца. Есть и более демократичные варианты – кролик, бобер, мутон, отличные выделки. Особенно хорошо смотрятся сочетания разного меха – вставки из кожи, аппликации, вышивка, отделка бусинами или стразами. Отличную компанию таким шапкам составят меховые воротники. Набирает популярность элемент традиционного наряда а-ля рус шапка-ушанка. Это действительно идеальная форма шапки. Мех отличается особой густотой и правильной структурой. Плотный набитый ворс согреет вас в любую погоду. Белый мех особенно популярен. Он подчеркивает живой румянец, делает лицо более свежим. Из норки шьют не только модные женские, но и мужские шапки. Классические и новые модели шапок-ушанок из меха и кожи помогают создать солидный образ делового мужчины. А для маленьких модников – яркие теплые головные уборы из меха и ткани. В салоне головных уборов «Норка» лучшие меха от проверенных и надежных производителей. А в честь 10-летнего юбилея до конца 2012 года скидка 10% на весь ассортимент. Да, с такой теплой коллекцией можно утверждать – у природы нет плохой погоды. Шапку выбрали? Посмотрим, что предлагают нам обувные дизайнеры. Все новинки, которые предлагают нам дизайнеры в наступающем сезоне, сосредоточены на трех основных вариантах. Это сапоги, ботинки и валенки. Именно эти три варианта составят моду будущей зимы. На сцене в этом сезоне натуральная кожа и замша. Кожа как наиболее практичная и универсальная, замша как максимально комфортная. Женственные короткие ботильоны – модели с меховыми опушками различных цветов и фасонов. Высокие, но устойчивые каблуки. Или платформа – выбор за вами. А вот ботиночки в мужском стиле будут просто незаменимы в повседневной городской моде. И, конечно, невозможно представить холодный сезон без вариации на тему стильных сапог. На этот раз актуальными окажутся экземпляры с голенищем типа труба – широкие, драпированные. И, конечно, ботфорты – стильные и оригинальные. Тренды нового сезона объединяют одно качество – практичность. Так, в новой зимней коллекции мы видим множество комфортных моделей на сплошной подошве. Не менее практична и удобна в холодный сезон – обувь из шерсти. Это признали все дизайнеры, включив в новую коллекцию невероятно яркие вариации на тему классических валенок и унты. Прямые линии и гибкая резиновая подошва, а дальше – свобода дизайнерской фантазии. Стразы, вышивка, яркие цвета. В магазинах «Валенсия» ассортимент рассчитан на юных дам и женщин постарше. Есть обувь больших размеров от 40 до 43 и модели на миниатюрную ножку от 33 до 35 размера. Ну а цены просто радуют. «Валенсия» – торговый центр «Квартал» Новобульварная, 36 и торговый дом «Людмила Ленина, 128». Шуба – заслуга арабских модельеров 18-19 веков. Мастера Востока обшивали соболями и куницами кафтаны-вельмож, придавая им дополнительную роскошь. У подданных Багдада такая одежда называлась джуба. В русском варианте – шуба. Мех этого маленького зверька завоевал своей элегантной красотой известность по всему миру. Сегодня о такой шубке мечтает каждая женщина. Норковые шубы с рукавом 3 четверти, полушубки, шубы средней длины и в пол. Выбирайте именно то, что нужно вам. Не менее модная и актуальная этой зимой – шуба из каракуля. Этот мех исключительно ноский, а значит, вы обеспечите себя стильной и теплой верхней одеждой на несколько сезонов. Превосходно держит форму и с блеском переносит любые, даже губительные для других видов меха погодные условия – мутон. Это отличный бюджетный и, к тому же, довольно достойный по своим качествам и внешнему виду вариант зимней одежды. Одними из самых теплых и износостойких считаются шубы из меха-бобра. Этот мех выдерживает самые лютые морозы за счет того, что имеет достаточно густой пух подшерсток. А еще этому меху совершенно не страшна влага. Под мокрым снегом его пушистость только увеличивается. Подчеркнет индивидуальность своей хозяйки и достоинство ее фигуры – дубленка. Оптимальный вариант для сибирской зимы – дубленка из натуральных материалов. Привлекательный внешний вид, отложные воротники, оригинальные пуговицы, ремни и пояса. Стильно и по-забайкальски практично. Шубы и дубленки производства России и Турции от 40 до 70 размера. В салоне «Милена». Коллекция обновляется еженедельно. Салон «Милена». Улица Богомягкого, 12А. Вот-вот ударят первые морозы. Самое время примерить зимнюю куртку. Привлекательный внешний вид, функциональность и доступная цена. Вот требования, которые стоит предъявить к своему будущему приобретению. Модные мужские пуховики итальянских дизайнеров оценят любители комфорта. Актуальные цвета, качественный материал, отделка из меха шиншиллы или бобра. В такой куртке любой мужчина будет чувствовать себя защищенным от суровой погоды и одновременно выглядеть стильно. Название зимней куртки «Аляска» говорит само за себя. Это экстремально теплые пуховики с отстегивающимся капюшоном, отороченным мехом. Их назначение – сохранить тепло в сильный мороз и защитить от ветра. Для активного образа жизни – спортивные куртки, изготовленные по канадской технологии. Классические пуховики с воротником из меха бобра оценят любители делового стиля. Для обладателей богатырского телосложения – теплые куртки до 68-го размера. Практичность – еще один критерий выбора куртки. К примеру, такая модель называется два в одном – теплая зимняя и легкая демисезонная куртка. Ведь вместо обычной подкладки здесь настоящий пуховик. Модные и практичные куртки из эко-кожи прекрасно подойдут для различных стилей в одежде. Этот материал, созданный по новейшим технологиям, не выцветает и не трескается. Утепленные пухом и синтепоном такие куртки прекрасно подходят для забайкальских зим. Новая мужская осенне-зимняя коллекция представлена ведущими российскими и итальянскими производителями в культурно-досуговом центре «Родина». Выставка продажа работает с 10 до 19 часов ежедневно, без перерывов и выходных. Моя мама волшебница! Наполните свой дом волшебством. Магазин товаров для творчества и рукоделия. Хобби-студио. Улица Ленина, 26. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова